В СМИ все больше слухов о возможном раздоре в партии за життя. Якобы полиция вот-вот расколется. А лидеры объединения Евгений Мураев и Вадим Рабинович близки к политическому разводу. Что не поделили и по чьей вине, выясняли наши корреспонденты. Амбициозный план быть впереди планеты всей, скорее всего, обречен на провал. Так полагают политологи и называют якобы проходные рейтинги партии за життя, которыми хвастается Вадим Рабинович, однозначно дутыми. Говорят, пока только эти нарисованные цифры до надежды попасть в парламент и держат вместе Рабиновича и Мураева. Но в окружении Мураева уже поговаривают, что последний винит Рабиновича в единоличном пиаре, работе на власть и раскол оппозиционного лагеря. О том, что проблемы внутри политсилы уже начались, поговаривали еще в начале года. Недавно об этом заговорили и внутри самой партии. Правда, анонимно. И причина совсем не нашумевшие карибские торги. Когда Рабинович якобы пытался прикупить себе землю на острове Сен-Барт за 12 миллионов евро. А якобы нарушение партнерских договоренностей между политиками. То, что известно, это то, что между Рабиновичем и Мураевым существует целый ряд проблем. Рабинович это человек, который формировался в позднесоветские времена. И, соответственно, это реликт эпохи 90-х, будем так говорить. Ведь Мураев это человек, который сформировался уже на независимости и человек нового поколения. Так что у них разные подходы, разное видение. Партия фактически состоит из двух центров. И эти центры могут взаимодействовать на основе компромисса. Но иногда поле для компромисса исчезает. И, соответственно, тогда партия ожидает раскол. Будет ли этот раскол, если случится полюбовным? Скорее всего, нет. Ведь фактически с каждым своим соратником Рабинович расставался с громкими разбирательствами и обвинениями. Примеров тому, что он кидал своих партнеров достаточно. Даже умудрился обмануть известную летчицу героя войны Валентину Гризодубову. Пообещал реконструировать дом-музей ее семьи в Харькове. Благодаря связям женщины он получил доступ на склады дефицитных стройматериалов. За что впоследствии был осужден на 14 лет за кражу у государства в особо крупных размерах. Была история и с футбольным клубом «Арсенал». Рабинович его приобрел, разорил и по сей день должен крупные суммы денег тренерскому составу и футболистам. Так что, судя по всему, скандальный политический развод партии за житя – дело времени.